Друзья, всем добрый вечер! Как обычно, Мишаня, когда покушает, уже наступает вечер. На самом деле, у меня сегодня обед и ужин получились в 6 вечера. На часах у нас 7.25, друзья, и впереди у нас еще 310 километров. А я напомню, едем мы с вами сегодня в Астраханскую область, поселок Трусово, улица Школьная, дом 7, корпус 1. И быть нам надо бы сегодня, конечно, по графику, но так как поломка немножко выбила меня из графика, из колеи, то прибытие, точнее, выгрузка уже будет у меня только завтра утром в 8 утра. Но мне и хватит и 310 километров. Сегодня пишут уже прибытие в 23.02. На дорогу мы должны потратить 3 часа 37 минуты. Давайте поторопимся, ну а дорогой мы с вами немножко полюбуемся пока светло теми видами. Находимся мы на трассе, точнее, возле трассы Болгоград-Астрахань. Поселок называется Кальяновка, с таким вот интересным названием. И кафе Астория, который находится за моей спиной. Но обедал я не в Астории, а своими домашними харчами. Надо, как говорится, подъедать, а то все будет портиться. Тем более ждет нас жара. Обещают завтра 32, но сегодня пока вот 24. Ну что, друзья, усаживайтесь поудобнее и поехали. Ну что, маршрут проложен. Как вы видите, 310 километров, как я и говорил, прибытие в 23.06. И поедем мы с вами, друзья, по берегу реки Волга. Не знаю, конечно, увидим мы воду или нет, но местами, судя по Яндекс.Картам, река подходит, точнее дорога подходит прямо вплотную к реке. Посмотрите, какой у нас закат, солнышко прям как огненный шарик. Сейчас мы развернемся, потому что вот здесь дорога немножко узкая. Выходить на трассу давайте с другого выезда попробуем. Да, действительно, солнышко просто как огненный мячик висит над горизонтом. Это значит, что нам осталось светлого времени, но от силы полчаса, может чуть больше. Здесь, конечно, не белые ночи, как в ухте. Но, тем не менее, лето уже на носу, а это значит, что дневное время до 22 июня будет увеличиваться и увеличиваться. Ночное уменьшаться, а дневное прибавляться. А потом наступит неделька такого равностояния и пойдет все. А отсчет пойдет в обратную сторону. Но мы не будем думать о грустном. Давайте думать только о хорошем. А если думать о хорошем, то оно всегда... Оно всегда наступит. Вот здесь у нас Вязовская школа, оказывается. Я сразу заметил издалека, что действительно здание школы. А почему Вязовская? Потому что мы выехали из Вязовки. А Кальяновка, она оказывается немножко туда дальше. Так что я ввел вас чуть-чуть в заблуждение, но я думаю, ничего страшного. Что-то все тут высохло. Что за Ерик? Что-то впереди я какие-то вспышки вижу. Вам не видно? Нет, вспышки не на небе, а на горизонте. Это, оказывается, мигают, как я понял, фонари на столбах. Включится, выключится, включится, выключится. Ну, сейчас мы поближе подъедем, посмотрим. Может быть, я ошибаюсь. Может быть, это что-то другое. Хотя, издалека так и кажется. ПОДПИШИСЬ! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И подъехав поближе, мы видим разгадку тем огням, которые были на горизонте Оказывается, это витряные генераторы, на каждом котором расположен фонарь И все они синхронно моргают С чем это связано, я могу только пока догадываться Или это показывает работу генераторов Или же это для каких-то других опознавательных целей Чтобы, допустим, кто-то вдруг на вертолете не решил здесь приземлиться Наверное, вот второе предположение будет более верным Но тогда бы они должны были светиться красным цветом Они поргают светло Но я думаю, местные жители, которых немало на моем канале Я думаю, они раскроют нам секрет Секрет этих маячков, светлячков И мы узнаем истинную правду До Астры не остается 291 километр И 294 километра Пишет мне мой Сусанин Практически один в один И на этой трассе не обошлось без ремонта Видимо, очередное расширение Но здесь, слава богу, без реверсивного движения Ну и вот здесь, проходя в непосредственной близости Можно уже четко разглядеть Как вращаются лопасти этих витряных генераторов И вспышки вот этих фонарей Которые висят у них на самих генераторах Дорога здесь хоть и не широкая Но в удовлетворительном состоянии Позволяет ехать Со средней скоростью 80 километров в час А вот в Зубовке, которую мы сейчас проезжаем Фонари не моргают И даже более того Горят на каждом столбе Меня очень повеселил один комментарий Написали Мишане, не обижайтесь на комаров Они просто очень любят вас И ждут с вами встречи Так, ждут, что летят прямо сломя голову И оставляют свои следы на стекле Я разбиваюсь в дребезги От желания увидеть вас И вот я сейчас смотрю Я только отъехал И все стекло уже Облепили